Ульяновск 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 Ульяновской области в качестве примеров можно назвать дело по детскому саду Медвежонок 2011 года. Там отбор подрядчика для проведения капитального ремонта здания детского сада прошел с нарушением требований законодательства. Из этой же серии строительство ФОКа в Индии через учреждение культуры 2011 года. Администрация Индии в 2011 году вместо того, чтобы строить новый ФОК, как во всех районах, тоже делает как с Медвежонком в Ульяновске. Просто передает деньги организации, учреждению культуры, где строителей никаких нет. Там массовики, затейники, которые должны детей организовать на праздник, концерт какой-то организовать. Понимаете, что такое учреждение культуры в районном муниципальном образовании. Вдруг им передают около 60 миллионов, говорят, строите ФОК маленький, вот быстрее. И вы за все отвечаете, не мы. Администрация ни за что не отвечает. Еще одна всероссийская тенденция – это сокращение числа ГУПов и МУПов. Казенные предприятия нужно заменить частными, чтобы они приносили доход и с прибыли платили налоги в бюджет. Только так организации станут эффективными исполнительными на конкурентном рынке. Однако, по данным ФАС России с 2014 года, их число нисколько не уменьшилось, а наоборот, возросло с 13 тысяч до 21 тысячи. Вот очень интересный показатель. То есть, по идее-то, с 13 тысяч должно быть снижение было за 4 года. А они выросли. Они выросли ровно на 8 тысяч. То есть, больше, чем на 50 процентов. Что случилось в стране? То есть, есть программа, есть указание президента снижать, сокращать эти ГУПы и МУПы. А они на 50 процентов, на 55 увеличились. Почему? Возникает вопрос. ГУПы и МУПы друг к другу совершенная разница. Понятно, что водоканал нужен городу Ульяновску. Ну, МУП, водоканал. Это однозначно. И пусть он работает. Но мы вот анализируем некоторый фактор. Есть МУПы, которые вообще ничем не занимаются. То есть, они финансируются из бюджета, никакой прибыли не приносят. Только за прошлый год общее количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны федеральных органов власти составило 1,2%. А в случае с региональными и муниципальными властями цифра увеличивается до 98%. Соответственно, региональным отделениям, в том числе и Ульяновскому, предстоит еще много работы. Наталья Чумаченко, Юрий Ломатов. Новости Ульяновской правды.